Всем огромный привет, с вами вновь Ниц, друзья, и сегодня у нас очередное, не совсем обычное видео для моего канала, это будет видео о настоящей реальной рыбалке, и такие видео начали появляться буквально в прошлом году, по вашим просьбам вы говорили, ну ты ловишь на Ахтубе, на Волке, на Дону, там, и в близлежащих водоемах, давай показывай, рассказывай. Я сразу извиняюсь за качество съемки и звука, потому что я, ну, предупреждал всегда своих подписчиков, я не занимаюсь, и по крайней мере пока что не планирую заниматься съемками профессиональными рыбалки, это мое хобби, ну это мое хобби с детства, спасибо деду, царство ему небесное, ну спасибо, что свое время показал, научил, и, в общем, всем тоже советую присоединиться в той или иной степени к увлекательному досугу. Время привождения это рыбалка. Ну, короче, сегодня мы ездили на Дон, это была не основная река, не основное русло, ну, до Дона там было, ну, очень мало, там, в шаговой доступности все было, и объясню сразу почему, потому что ребята, правда, начинают задавать мне много вопросов, и как-то интересуются, что купить, где ловить, я немножко даже растерял свое время от этого, правда, и, ну, что я могу сказать, вы не воспринимаете мои слова, наверное, как и других людей, буквально, там, и как руководство к действию, ну, просто смотрите, делайте выводы сами. Мой скромный опыт, наверное, какой-то есть, ну, чем-то могу поделиться. Сейчас весна, сейчас уже вода, ну, еще не совсем теплая, но гораздо теплее, чем было месяц назад, и там отчет я коротенький с реки Чир, тоже приток Дона выкладывал. Короче, карась готовится к нересту, он бешеный, он гиперактивный, он, вот, когда в руки его берешь, там, видео будет, по-моему, он весь течет, там, весь в икре, либо в молоках, ну, пока все еще очень активно кушает. На что ловить? Весной, по крайней мере, такую рыбу, ну, как и, наверное, другую белую карповую рыбу мирную, я бы советовал вам всегда ловить на червя. Я сегодня был очень удивлен, сидел от меня слева дядька местный и говорит, блин, представляешь, вот, на вторую уточку поставил кукурузу и не клюет. Когда я на него посмотрел, видимо, он понял в моем взгляде, что я имею в виду, и он как-то быстренько замолчал, и потом еще и смотался. Ну, правда, какие-то растительные, там, вот эти все, ну, не будет сейчас все это работать, в общем, ловите на червя, будет вам счастье. Не тратите деньги, пожалуйста, на всякую фигню. Ловили мы с прикормкой, да, но совсем очень мало, потому что, ну, просто чисто попробовать, и вообще прикормка была зимняя. Как она называется, я не знаю, ну, там все их тех тонкостей, чтобы там за рекламу кто-то не воспринял, или еще что-то. Она называется, правда, вот банк такая пластиковая, она у нас в Волгограде продается и называется зимняя прикормка. С добавлением мотыля, все. Она красная, вонючая, и это самое то. Попробовали без нее, попробовали с ней, с ней было лучше, но, правда, немного, там, пару-тройку шариков, ну, как с ладонь ты делаешь, кидаешь под поплавок, и у тебя все нормалды, и вот реально у тебя идет все хорошо. Как бы так. Секретов никаких нет, хутор Вертячий, знаменит у нас в Волгограде, и не только в Волгограде, но, пожалуй, и во всей области. Ну, там и другие поселки рядом тоже, это места классные, там куча турбас, это информация, наверное, для москвичей и нагородних, там, вы можете, я карту вам показал, вы можете теперь сами загуглить, там реально куча турбас, поэтому затонут прям километры, не преувеличиваю этих турбас, и даже к Дону нельзя подъехать, блин, они задолбали, перекрыли там все подъезды нормальные, зараза такие, и сидят там кайфуют, сейчас коронавирус, вообще никого нет, но они все равно никого и не пропускают, ну, понятно, территория закрыта. Ладно, все это лирика, на самом деле, отловились мы неплохо, извините, что, может быть, я сейчас где-то что-то перескакиваю с темой, я только с рыбалки, я устал, но я вам обещал буквально вчера, что будет у меня рыбалка, и будет вам отчет. Короче, видео, качество, прошу прощения, говно, звук там тоже соответствующий, результат по рыбе, ну, вот тут вы уже сами оцените, напишите, пойдет такой результат или не пойдет. Как-то так, ну, и все, приятного просмотра, поехали. Да вытаскивай, вытаскивай, сейчас будет, блядь, первый у тебя. Все, забирай. Итак, сегодня ловили в Волгоградской области, вне такого от Волгограда, ну, это не сама река Дон, это одна из проток в районе хутора Вертячего, там турбазы, кстати, на том берегу, там их не видно сейчас, ну, за деревьями буквально в шаговой доступности куча-куча турбаз, на карте можете посмотреть, если где это. Ну, здесь вот, собственно, такой караси ловится, наш садок. Сейчас посмотрим, я вам обязательно рыбу покажу, ну, первого вы видели сегодня уже. Рыбалка отличная, немножко устали, погода, ну, скажем так, испортилась. Народу хотя много, сегодня понедельник, там компания стоит за кустами, ну, не знаю, не суть важна, видно, видно. Там рыбачки ходят, с людьми люди вообще гуляют, местные ребята. Так что, ну, единственная погода подвела, у нас была жара, 20-25 градусов сегодня, ну, не выше 15, и ветер сильный. С утра приехали, восток ловить начали, наверное, наверное, где-то, наверное, что они раньше начали ловить, потому что позже пошел крупный карась, потом в обед ветер сильный, все дела, в общем, стало немного хуже. Сейчас пока не видно, Андрей придет напорник мой, мы вытащим рыбу, я вам покажу, он уже там свои садки все собирает. Вот, ловил на одну поплавочную лодочку, скользящий поплавок, лодочка стоила за лет 7-8 назад рублей 300, вот, они, конечно, кабанечки. Ну, сейчас тут можем уже есть, в принципе, вот они, присутствуются. Так что, смечитель карась сегодня был, ну, карась отличный, полкило выше, ну, ладименчик, конечно, не разжарит. Думаю, если кто захочет сюда приехать, то у вас осталось буквально несколько дней, потому что карась с икрой, я весь в икре, вся куртка в икре, джинсы в икре. Не, ну, сейчас не знаю, будет видно или нет, ну, к примеру, вот, и уберешь в руки, он весь течет. Вот, все, он уже будет нереститься, так что, кому надо карася, пожалуйста, приезжайте под вертячий. Этот затон находится прям сразу за поселком. Ну, а до дона тут немного, на дону нечего делать сейчас, вода прибывает и прибывает, даже здесь, когда приехали уже. Вот, где садок стоит, видите, ну, вот она, рогатка, она не была в воде. Ветер поднялся, с дона вода начала подниматься, там дальше, вот, там дальше справа озеро небольшое. Ну, как-то так. Вроде все рассказал, если есть вопросы, задавайте, поделюсь, чем могу. Место интересное, ну, как бы, не только карась есть, но сейчас его время, поэтому как-то так. Ну, сейчас посмотрим, что по улову, сколько поймали. Вообще, рыбу покажу. Так, вот мой инструмент, на который ловил удочку, 3,3 метра. Не знаю, это не реклама, это реально куплено 7-8 лет назад, для жены была. Ну, так, знаете, чтобы было до сих пор работать в таких ситуациях, больше тебе ничего не надо. Никакие ни фиберы, ничего. Пожалуйста. Поплавок скользящий, ну, здесь у меня грузка такая, ребят, что колхоз ставил, потому что, а, больше ничего не надо. Так, бусинок понавешал, и все. Как-то. А, вот, за эти, вот ручки. Сейчас за ручки сначала, давай покажи. Хотя бы тебе надо караську. Да что их показывать, караси, караси, вот. Где-то так, но это не самые большие, на самом деле. Да сейчас пересыпать будем. О, сейчас, да, пересыпать будем, покажем тогда еще. Ну, а сейчас давайте глянем, вот наш безымен, в килограммах все стоит. Все по числаку, единственное за ручки будет удобно. Знаешь, почему? Високо поднимать придется. Я так думаю. Ну, посмотрим. Давай пробовать. Поехали. Одиннадцать. Ну, один четыреста, вот. Ну, выкидывайте, выкидывайте садок, грубо говоря. Десять килограмм, уверенно. Есть. В России это прям сто процентов. Такой вот донской карасик у нас. Ну да, одиннадцать четыреста, вместе с садком смогут. Ну, нормально, что все. Десятка есть. Так, вот такие карпыши здесь и есть. Колючие, ну, карась реально. Бойкий. Реально колючий. И, наверное, я сделаю, ребята, вот так. Потому что иначе... Все, подожди. Надо вот этот вверх, тут же жесткий край. Тихо. Вот, зацепился, подожди. Все, 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 все. Ну, нормально, ну-ка сверху покажи. Ну, так вот интереснее. В общем, сегодня кому-то придется поработать. Кому-то отдохнуть. Над рыбой. Кому-то отдохнуть. Ну, а карасей, в принципе, люблю таких. Вот они все с икрой. Так что, норму. Супер. Спасибо. Продолжение следует...